МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Как обычно, мы расскажем о самых важных публикациях прошедшей недели. Главным событием этой недели стал, безусловно, визит в Чувашию министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Впрочем, даже не столько сам визит, сколько события его окружавшие. Во-первых, в Чебоксарах в микрорайоне Альгешева открыли долгожданную поликлинику. Теперь ни взрослым, ни родителям с малышами не нужно далеко ездить на прием к врачу. Все рядом. Под одной крышей расположились взрослые детские поликлиники и стоматология. В базе медицинского учреждения 8 тысяч пациентов. В скором времени их количество удвоится. Газета «Советская Чувашия» цитирует руководителя региона. «Это было желание жителей, чтобы здесь появилась поликлиника», отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Мы выкупили это здание, сделали капитальный ремонт, оснастили современным оборудованием». Еще одно событие, сопровождавшее визит Скворцовой в Чувашию уже российского масштаба – это открытие хирургического корпуса онкологического диспансера. Вот что пишет по этому поводу газета «Чебоксарские новости». Сам хирургический корпус – это новое слово в системе здравоохранения республики. Кажется, здесь предусмотрено все для оказания медицинской помощи на высоком уровне и реабилитации пациентов. Михаил Игнатьев отметил, что благодаря увеличению мощности онкодиспансера количество операций возрастет с 7 до 12 тысяч в год. Советская Чувашия добавляет, по словам гостей, увиденное превзошло все ожидания, потому что корпус построен не только быстро, но и соответствует европейскому уровню. Сейчас, как заверила Вероника Скворцова, рассматривается вопрос о создании на базе онкодиспансера отделения ядерной медицины, рассчитанного на лечение не только жителей республики, но и пациентов из близлежащих регионов. Федеральный министр поблагодарила Михаила Игнатьева за внимание, который уделяется в республике вопросам развития медицины. За две недели до выборов в Чувашии социологи провели опрос и выяснили, какие политические партии пользуются большим доверием жителей. Результаты исследования публикует газета «Аргументы и факты в Чувашии». С 20 по 30 августа независимая организация «Социс» провела собственное социологическое исследование, посвященное выбором в Госсовет Чувашии. В опросе участвовали 7700 человек. Всем респондентам был задан вопрос, если бы выборы в Госсовет Чувашии состоялись сегодня, то за какую партию вы бы проголосовали? 55% опрошенных высказались в поддержку «Единой России». На втором месте «Справедливая Россия», далее идут КПРФ и ЛДПР. При этом со своим выбором не определились около 16% респондентов. «Ничего неожиданного в лидерстве «Единой России» нет», говорит Дмитрий Борцов, директор Чувашской республиканской общественной организации социологов «Социс». Во-первых, это связано с высоким авторитетом Владимира Путина. Кроме того, партия ассоциируется со стабильностью и неизменными положительными изменениями в жизни страны. Специалисты отмечают, что данные опросы считать окончательными еще нельзя. По словам Дмитрия Борцова, избирательная компания вступила в активную фазу, и какие-то цифры еще изменятся, но позиции лидера останутся неизменными. Новочебоксарск получит деньги на решение социально значимых задач – строительство и ремонт автомобильных дорог и благоустройство внутридомовых территорий. Газета «Грань» рассказывает о визите в город Химиков главы Чувашии. Перед руководством города Михаил Игнатьев поставил задачу довести до логического конца работу по наведению порядка на рынке управляющих компаний и очистить Новочебоксарск от недобросовестных предпринимателей. В Новочебоксарске реализуются новые инвестиционные проекты. Это позволяет открывать новые рабочие места для молодежи, строить жилье экономического класса по доступной цене, подчеркнул Михаил Игнатьев. Подробности визита главы региона издания обещает рассказать в следующем номере. На ремонт столичных дворов обратило внимание здание МК Чебоксары. В городе уже провели работы по 91 адресу. Всего в этом году ремонт ожидается по 134 адресам. Последовательный ремонт дворовых территорий, а также их обустройство в соответствии с пожеланиями чебоксарцев ведутся в столице Чувашии шестой год подряд. В 2016 году адресный перечень дворов и обустройства парковок сформирован из тех многоквартирных домов, жители которых на общих собраниях приняли соответствующее решение и согласились с обязательствами по дальнейшему содержанию будущих гостевых парковок и игрового оборудования, пишет газета. Сегодня каждый житель столицы может повлиять на сроки и объемы ремонта и благоустройства родного двора. Администрация районов уже подготовили предварительный адресный перечень комплексного обустройства дворов на ближайшие три года. Предложения от жителей принимаются и рассматриваются отделами ЖКХ районных администраций. На сегодня это все. Обзор прессы следит за развитием событий. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин